Сочи ликвидируют последствия непогоды, в городе чистят ливневки, убирают поваленные деревья, а на Донской приступили к разбору подпорной стены. Из списка проблемных домов Сочи в ближайшее время будут исключены еще около 50 объектов. Об этом стало известно в ходе встречи мэра с жильцами этих домов. Сочинским школьникам сегодня преподавали международный этикет, для чего такие факультативы пятиклассницам. В Сочи выбрали самых прыгучих и гибких. На курорте завершился турнир по спортивной аэробике «Аэросочи». В Сочи продолжают ликвидировать последствия непогоды, которая бушевала в Сочи накануне. В городе чистят ливневки, убирают поваленные деревья, а на улице Донской сегодня приступили к разбору подпорной стены, которая рухнула на автомобиле. Расскажет Ольга Десятого. Вот так у нас начинается утро сегодняшнего дня. Катамаран уходит в море. Это начало только, речка поднимается. Дальше чувствую, будет веселее. В это воскресенье погода в Сочи показала свой отнюдь невеселый нрав. После продолжительных дождей реки превратились в бушующие потоки. В селе Пластунка практически смыло мост, который связывал улицы Джапаридзе и Леселидзе. А вот так выглядели обычно спокойные и гостеприимные Змейковские водопады. Дороги в некоторых районах Сочи тоже превратились в полноводные реки. Несмотря на предупреждение синоптиков о надвигающемся шторме, некоторые все-таки рискнули выехать в ливень на личном автомобиле и оказались в водной ловушке. Уровень воды поднялся, уже практически было ниже бампера, сейчас выше бампера. Походу у меня залило аккумулятор, машину я уже боюсь запускать. Накануне все службы Сочи работали в усиленном режиме. Только спасатели ЮРПСО пять раз выезжали для оказания помощи сочинцам. Например, в селе Семеновка 10 туристов, которые отправились в лес за грибами, не смогли самостоятельно перейти небольшой ручей, который из-за дождя превратился в сбивающий с ног поток. Воду мужчины с помощью спасателей переходили по лестнице, держась за натянутую между двух берегов страховочную веревку. Задействовано было все, что есть в городе. Это три подразделения Кубань-Спасы, и они свои задачи там, где имени ставились, выполнили блестяще. Это муниципальная служба Сочи, наш лучший в России отряд ЮРПСО, которые занимались и выполняли наиболее сложную задачу, в том числе эвакуация людей, где они водой были отрезаны и так далее. Гибель и травматизма не допущены. Это главный показатель. Чего не скажешь об имуществе на улице Донской. Подпорная стена, подмытая продолжительными дождями, рухнула, придавив сразу три автомобиля. Конечно, шок. Часов 12 дня меня позвала соседка, говорит, что машину опорная стена придавила. Естественно, я спустилась и увидела вот это вот. Сегодня на месте работали сотрудники администрации и городской службы спасения. Они организовали разбор завалов. Делать все нужно крайне аккуратно, чтобы дополнительно не повредить машины. Обещали помочь и с эвакуацией автомобилей, каждому из которых требуется ремонт. Кстати, разрушившаяся подпорная стена не стоит на балансе у города, а находится на приграничном участке между жилыми домами и проезжей частью. Работы выполнялись более чем 40 лет назад по установке данной стены. И, вероятнее всего, на тот момент не было предусмотрено, что грунты настолько будут обводнены и выполнят работу по сдержанию. После того, как будут произведены работы по экспертизе, обследованию данной стены, только после этого будет приниматься решение о ее либо восстановлении, либо укреплении. Ну а владельцы поврежденных авто сразу после того, как машины будут освобождены от бетона, будут решать свой вопрос уже в страховой компании. Туда же, но только до удара стихии советуют обращаться владельцам домов и квартир, магазинов и кафе, страховать свое имущество. А еще нельзя забывать, что подобные погодные явления весьма характерны для города с его субтропическим климатом. Например, на этих ретро-фото затопленный Адлер в конце 60-х. Та же ситуация на улицах и дорогах. Одним словом, и сочинцам, и гостям курорта нужно серьезнее относиться к сообщениям о приближающихся непогоде и шторме, беречь и себя, и свое имущество. Из списка проблемных домов в Сочи в ближайшее время будут исключены еще около 50 объектов. Об этом стало известно сегодня в ходе встречи главы города с жильцами этих домов. Всего в городском списке проблемных домов было 185 объектов. Все они возведены с нарушениями. В частности, дома в Адлерском районе, о которых шла речь сегодня, построены с нарушениями правил землепользования и градостроительных норм. Так, один из многоквартирных домов появился на земле под склад, другие новостройки на землях под ИЖС. Тем не менее, несмотря на нарушения и протесты властей города за застройщиками, на все эти объекты судом было признано право собственности. По всей видимости, сейчас этим вопросом заинтересовались в следственных органах. Вот что по этому поводу сказал глава города. Наконец-то и к судям применили закон Российской Федерации. Это прецедент для того, чтобы все должны понимать, что и к тем, кто, казалось бы, совершенно неприкасаемы, и законом определенная неприкасаемость, все-таки государство приняло решение прикасаться и показывает, что закон для всех один. У большинства таких проблемных домов нет и должного подключения к городским коммуникациям. Решить эту проблему с застройщиками собственники квартир не смогли. За помощью обратились к властям города и в прокуратуру. Застройщики фактически обманули покупателей недвижимости. Такие действия подпадают под статью «Мошенничество». 15 застройщиков подобных домов уже находятся под следствием. Они заключены под стражу. Кстати, заявление в прокуратуру по факту мошенничества на таких горе строителей было одним из главных условий для того, чтобы муниципалитет начал помогать владельцам проблемной недвижимости. Власти пытаются разобраться и помочь, если это возможно, только собственникам жилья в домах из так называемого проблемного списка. Он был сформирован еще в начале года до вступления в силу изменений в законодательстве о строительстве. И новых объектов в нем нет. И это те новостройки, на застройщиков которых в прокуратуру поступило много жалоб. Более того, в этом списке 24 объекта, которые муниципалитет намерен однозначно снести. Возможно, их будет и больше. Все зависит от новых владельцев квадратных метров в таких домах. Им придется подключаться к коммуникациям за свой счет. И если в ближайшее время они не смогут или не захотят это сделать, высотки пойдут под снос. А вот те дома, которые попытаются узаконить сейчас, будут признаны самостроями и тоже пойдут под снос. Сотрудникам ГИБДД запретили снимать номера с машин. При этом госавтоинспекция сохраняет за собой право запрещать эксплуатацию транспортных средств. Президент России подписал указ, убирающий из положения АГИБДД право сотрудников госавтоинспекции снимать с машин государственные регистрационные знаки в случае запрета их эксплуатации из-за нарушений. Об этом сообщает ТАСС. При этом ГАИ сохраняет за собой право запрещать эксплуатацию транспортных средств до устранения неисправностей. Указ был подписан 15 сентября и уже вступил в силу. В Сочи не хватает сотрудников ДПС Управления внутренних дел объявила набор в полк дорожно-патрульной службы. Открыто 25 вакансий. Какая же зарплата у полицейского и на какой соцпакет может рассчитывать сотрудник правоохранительных органов? Об этом и не только. Мы и говорим в очередном выпуске программы «В курсе». Предлагаю посмотреть небольшой отрывок. Кто-то уходит на заслуженный отдых, кто-то переводится для дальнейшего прохождения службы на повышение в другие регионы, субъекты Российской Федерации. У кого-то сложились такие отношения, что необходимо вернуться домой, где он ранее проходил службу и, естественно, люди убывают. Есть у нас проблема небольшая, но проблема есть с пополнением дорожно-патрульной службы. Хотел бы подчеркнуть, что сейчас мы производим набор. Ранее мы такого набора не делали. Сейчас в дорожно-патрульную службу мы производим набор. Патрульно-постовую службу. Есть определенные должности в службе участковых уполномоченных и в уголовном розыске. И еще, Александр Константинович, если не секрет, какая сегодня зарплата у полицейского? Зарплата, если многие коммерсанты могут сказать, что небольшая, то я бы сказал, что небольшая, но стабильная. Стабильный рядовой сотрудник патрульно-постовой службы обеспечивается 22 тысячи рублей на первоначальном этапе его службы. Ну и, как я ранее сказал, в зависимости от выслуги лет у сотрудника возрастает его денежное содержание. Но сотрудник имеет право поступить в высшее учебное заведение системы МВД России и получить образование в нашей системе. Также, которые имеют базовое образование, придя уже на службу к нам, высшее образование, имеет право стать на офицерской должности. Там начинается заработная плата от 32 тысяч рублей и в зависимости уже до выслуги лет. Ну, так в среднем где-то оперуполномоченный, который отслужил до 10 лет, получает 38-40 тысяч рублей. Из Сочи в Москву, Санкт-Петербург и Ростов, а также обратно именно в этих направлениях возросли объемы перевозок автомобилей по железной дороге. Железнодорожники подсчитали, за 8 месяцев этого года вагонами, автомобилевозами перевезено 1776 транспортных средств. В прошлом году за это же время было доставлено на 300 машин меньше. Вагоны и автомобилевозы курсируют в составе поездов Ростов-Москва, Санкт-Петербург-Адлер, Адлер-Москва и Ростов-Адлер. Один такой спецвагон может перевозить одновременно до 4 машин или до 8 мотоциклов. Бизнесмены из Вьетнама готовы открывать предприятия легкой текстильной промышленности на Кубани. Перспективы развития экономических отношений глава региона Вениамин Кондратьев сегодня обсудил с чрезвычайным послом Азиатской Республики в России. Делегация прибыла в Краснодарский край большим составом. Среди них инвесторы, руководители различных предприятий и политические деятели. Вениамин Кондратьев отметил, что Кубань и Вьетнам связывают давние партнерские отношения. В прошлом году товарооборот между краем и республикой составил больше 180 миллионов долларов. С начала этого года сумма приближается к 90 миллионам долларов. Создание совместных предприятий должно открыть новую страницу в партнерских отношениях, считает глава региона. Сегодня во Вьетнаме очень хорошо развита легкая промышленность, текстильная промышленность. Для нас это представляет потенциальный интерес и развитие подобных отраслей промышленности является стратегическим направлением. Поэтому, как вариант создания совместных предприятий в отрасли легкой промышленности, текстильной промышленности, насколько мне известно, во Вьетнаме очень хорошо развито курортное направление байльного лечения. Для нас это является тоже тем вектором развития нашей курортной отрасли, на которую мы сегодня внимательно смотрим и максимально прилагаем усилия в развитии именно на уровне современных байльного курортов и, конечно, санаторно-курортного комплекса. Поэтому здесь вьетнамские практики, которые сегодня зарекомендовали себя на весь мир, тоже нам будут очень интересны. Где мы можем найти взаимные пересечения с точки зрения развития уже наших курортов, курортов Краснодарского края. Да, в Вьетнаме сегодня достаточно развита текстильная промышленность. И вы верно подметили, на наши курорты приезжают сотни тысяч туристов, полностью поддерживая ваши инициативы по созданию совместных предприятий в этих отраслях. Это действительно хорошая перспектива нашего дальнейшего сотрудничества. Еще одним направлением развития отношений станет создание дерева перерабатывающих предприятий. Бизнесмены из республики наслышаны о Кубанском лесе и готовы вкладывать деньги в эту отрасль. К новостям вернемся после прогноза погоды и короткой рекламы. Не переключайтесь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новейшие разработки юных ученых презентов В Краевой столице прошел международный фестиваль детско-научного и технического творчества «Отвинта». Свои проекты привезли ребята со всего юга страны, центральной России, даже из Сибири. Участников поприветствовал глава Кубани Вениамин Кондратьев и председатель ЗСК Юрий Бурлачко. По словам губернатора края, форум позволяет раскрыть потенциал молодежи. Ведь нередко именно благодаря их разработкам развивается промышленность и экономика. Сегодняшний форум – это площадка, которая позволяет вам раскрыть себя, почувствовать, быть более уверенным в своей мечте, в достижении целей, к которой вы стремитесь. Будущее нужно формировать, а вы и есть то будущее, которое сегодня формируется, для которого создаются условия для того, чтобы вы все-таки в жизни состоялись. А вы уже будете формировать завтрашний научно-технический прогресс нашей страны. Тот прогресс, для которого мы где-то сегодня покупаем, а завтра будем создавать сами, благодаря вам, и продавать всему миру. Потому что вы самые талантливые, самые одаренные и самые сильные духом ребята в нашей стране. Такой форум в Краснодаре проводится впервые. Всего на нем представлено более 340 проектов в самых различных областях. Отельского хозяйства и медицины до судостроения и космонавтики. Например, юные ученые предлагают использовать в поисковых операциях живых тараканов. К их усикам крепятся видеокамеры, и они могут проходить в самые труднодоступные места. Так спасатели могут увидеть, есть ли под завалами люди. Или другая идея – машина для сбора креветок. Правда, во время презентации ребятам не удалось показать весь процесс. Надувной бассейн для такого аппарата оказался слишком мал. Но, как заметил Венимин Кондратьев, у этого проекта есть все шансы на успех. Главное – не сдаваться. Александр, я не знаю, что я особо не расстраиваюсь, потому что я верю, что точно такой же аппарат мы увидим не в рыжечном бассейне, в маленьком, а в реальном море. По-настоящему тобой сконструированный. И он будет не моделью, а настоящим работающим аппаратом, который будет собирать не ветки, а еще чистить море. Ты в это веришь? Да. Я тоже это верю. Удачи тебе. Давай. Всего участия в фестивале принимают более 800 юных ученых. Помимо презентации своих проектов, ребята прошли различные мастер-классы и тренинги. Эстафету от винта у Краснодарского края приняла Нижегородская область. Именно там пройдет следующий научно-технический форум. Научиться самостоятельно сделать себе прическу, правильно сервировать стол, оформить цветочную композицию. Всему этому сегодня учились воспитанницы 5-го Л-класса 15-й гимназии. Он был создан по инициативе руководителя общественной организации «Лига женщин-мост добра» Елены Пахомовой. Что общего у современного класса с институтом благородных девиц, узнаем из следующего сюжета. В 15-й гимназии есть такой экспериментальный класс с буквой «Л» – «Лидеры» и учатся в нем одни девочки. Им предстоит подняться до очень высокого уровня знаний в гуманитарных направлениях. Например, что касается иностранных языков, то к окончанию гимназии знать они будут английский, немецкий, китайский. Помимо общеобразовательных предметов, девочки будут учить правила международного этикета. Воспитание в семьях разное. И мы должны немножко девочек воспитывать более адаптированно к обществу, которое сейчас есть. И очень хорошо, что это прямо в стенах школы проходит. Но много было задано вопросов, что не боимся ли мы, что они без мальчиков учатся в классе. Не боимся. Пока одним ученикам преподают привычные таблицы и правила, для 5-го «Л» организовали презентацию внеурочной деятельности. Учили, казалось бы, самым простым вещам, но учителя не совсем простые. Например, чемпион мира и СССР по парикмахерскому искусству Любовь Падалкина. Мы решили начать с простого. Научить девочек правильно за собой ухаживать. Но самый классический вид прически в школе – это хвостик. Хвостик на самом деле может быть очень разным. Хвостик действительно превратился в руках мастера в красивую прическу девочки в восторге. Еще и получили эксклюзивные украшения для волос от студентов института Рудыен. И побежали дальше. Им предстояло вместе с флористом сделать небольшие букеты цветов, которыми можно украсить свой костюм, праздничный стол или подарок. Бутоньерка – это такая цветочная композиция, которая состоит из цветов из одного или пяти цветочков, как я уже сказала. То есть максимум бутоньерки может быть пять цветочков. Конечно, прическу я сегодня сама не сделала, но все же у меня это получилось. И вот такой красивый маленький букетик. Мне все очень-очень понравилось. И я уверена, что всем это тоже так же очень понравилось. Учились сегодня пятиклассницы и науки сервировки стола. Такое нестандартное обучение девочек в специальном классе стало возможным благодаря общественной организации «Лига женщин. МОЗ Добра». Подобный класс должен появиться и для преуспевающих в учебе мальчиков. Елена Авсицына, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». Первый в России арт-фестиваль пройдет в Сочи в эти выходные. 21-23 сентября в горах соберутся лучшие современные художники, которые поделятся знаниями со всеми желающими. Более 20 художников, работающих как в классических, так и в уникальных техниках, акварельными, масляными и акриловыми красками, скетчеры, специалисты по ботанической иллюстрации, искусствоведы и профессионалы арт-рынка за три дня проведут десятки обучающих мастер-классов, демонстрационных классов и лекций. Выступления пройдут на шести площадках в горной Олимпийской деревне. Участие в фестивале бесплатное при условии предварительной регистрации на официальном сайте. В Сочи прошел первый теннисный ретро-турнир. Его посвятили столетию в ЛКСМ. Организаторы мероприятия решили таким образом не только отметить вековой юбилей советской молодежной организации, но и вспомнить время становления тенниса в нашей стране. Участвовать в турнире могли все желающие, но было несколько условий. Какие, узнаем из следующего сюжета. Первый ретро-турнир собрал 16 участников. Их объединила любовь и к теннису, и к истории. Для того, чтобы стать участником турнира, нужно было выполнить несколько условий. Прийти в белой одежде, иметь при себе комсомольскую символику и деревянную ракетку. Расскажите, что за ракетка? Это ракетка «Инглдон» в 80-е годы 19 века. Эта веревка узлами связана, толстая уже от времени. Тут даже вот шурупчик, он деревянный. Впрочем, 60 лет назад Сергей Гусев, впоследствии мастер спорта СССР, начинал играть в теннис способом еще более необычным. За хвост Анатолия Женикизы подарил мне мячик беленький. Ракеток нет, беру сковородку дома, играю сковородкой. Белыми мячами в теннис не играют уже несколько десятилетий. С приходом цветного телевидения понадобилось что-то более яркое. Но для ретро-турнира сделали специальный заказ. Вот сейчас мы с вами открываем совершенно новые мячи, которые изготовила к столетию фирма «Вилсон». И вот вы видите, они белые такие, как играли. Такие мячи, какие играли наши деды и отцы. Император Николай II, поклонник тенниса, выходил на корты и в военной форме. Но это было скорее исключением. Вообще у теннисистов позапрошлого и прошлого века был особый стиль. Белые костюмы, блузки особого кроя. В советское время теннис поначалу считался спортом буржуазным. Но со временем набрал большую популярность у комсомольцев. Организаторы винтажного турнира решили вспомнить эту историю. Хотелось придать этому виду спорта вот ту окраску, которая была пропитана в 50-х, 60-х годах, когда теннис не был еще таким популярным. Но, тем не менее, люди находили в нем эстетику, красоту. Ретро-ракетки задали и особый ретро-стиль игры. Старомодные конструкции, струны из жил и веревок не позволяют играть в современном стиле и темпе. Но здесь, на матче в честь столетия комсомола, это не главное. Цели и задачи комсомола совпадают с целями и задачами спортсменов. Это целеустремленность, это желание добиться какого-то результата. Подобные ретро-матчи довольно популярны в мире, особенно в Англии. Так что организаторы сочинского турнира уверены, со временем игроков и из других городов, и из других стран будет становиться все больше. В Сочи выбрали самых прыгучих и гибких. На курорте завершился турнир по спортивной аэробике «Аэросочи». Здесь даже парад открытия соревнований напоминает танцевальный батл. Каждая команда уже с первых шагов дает понять, настроены на лидерство. Я уже не первый раз выступаю на этих соревнованиях. В прошлом году я занял четвертое место пару и вторую группу. Мне очень понравились в прошлом году соревнования. Понравится ли в этом году, конечно, зависит от результата выступления. Спортивная аэробика – один из пяти видов гимнастики. У спортсменов есть всего полторы минуты, чтобы продемонстрировать набор упражнений. Выступление оценивается по трем критериям – исполнение, артистичность и сложность. Мы выступаем в тройках, в группах и в соло. У каждого разная программа и в основном это происходит под английскую музыку, так как это международный язык. Это третий турнир «Аэросочи», но его статус существенно вырос. Свои команды делегировали 15 регионов, 3 страны, всего более 350 участников. В Сочи приехала и вся верхушка Федерации спортивной аэробики. Мы надеемся, что он превратится в крупный международный турнир. Не только всероссийский турнир с участием иностранных государств, но это будет крупный международный турнир. Потому что все позволяет и олимпийский дух города, и прекрасные спортивные сооружения, и, естественно, огромный опыт в организации крупных турниров. Сочинские спортсмены отличились во всех категориях. В копилке ребят серебро в парах, бронза в группе 9-11 лет. И второе и третье место в групповых упражнениях у самых юных участников – 6-8 лет. Галина Моисеева, Олег Кононов, телекомпания «ФКТ». Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях – Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram и в группе «ФКТ» ВКонтакте. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мико Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мико Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Такая, как хочешь, такая, как любишь, такая, как нравится, такая, как всегда. Сезоны «Женская одежда». Парковая 17. Субтитры создавал DimaTorzok